С вами Николай Пимненко в проекте Дата. Сегодня 16 июля. О родившихся в этот день. В 1872 году появился на свет Руальд Руал Амундсен, норвежский полярный исследователь, путешественник и первооткрыватель. В 22 он юнга, потом штурман, в 26 зимует в высоких широтах, а почти в 40 лет его экспедиция впервые в истории достигает Южного полюса. А еще через 15 лет он летит над Северным полюсом на обледеневшем дирижабле. Летом 1928 Руальд Амундсен пропадает без вести, пытаясь обнаружить следы потерпевшей крушения экспедиции Нобеля. 1932 год, день рождения Андрея Дементьева. Более 12 лет он был главным редактором журнала «Юность», автор более 30 книг. Всенародную известность получили песни на его стихи «Отчий дом», «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Аленушка». Ну и, конечно же, стихи. Много разных стихов. «И да будет счастливым грядущее время, А когда нас не станет, не делайте вид, Будто не было нас. В землю брошено семя, Собирать урожай вам еще предстоит». 1932 год, день рождения Олега Протопопова, заслуженного мастера спорта СССР. Легендарный дуэт Белоусова-Протопопов побеждает на двух олимпиадах, по четыре раза выигрывает чемпионаты мира Европы, шесть раз был первым на чемпионатах СССР. Пара придумала и первая исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. В 1979-м Белоусова с Протопоповым в Швейцарии просят политического убежища. В 2003-м они впервые за двадцать с лишним лет приезжают в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. Год 1953-й рождается Филипп Андре Рурк-младший, или Микки Рурк, американский киноактер. Часто указывают, что он родился в сентябре, а год рождения то ли 50-й, то ли 56-й. В общем, сумасшедший разброс. Был тренером в бойцовых собах и вышибалой в баре для трансвеститов. Чтобы изучать актерское мастерство, он одолжил у сестры 400 долларов и поступил в актерскую студию Ли Страсберга, причем с первой попытки, в то время как Джек Николсон поступил только с пятого раза, а Дастин Хоффман с восьмого. Рурк, как известно, пережил ряд пластических операций. Из-за ошибки первого хирурга, у которого актер хотел всего-навсего подправить свои бойцовские шрамы, пришлось еще несколько раз ложиться под нож. Он говорит, отвратительно видеть то, как ты становишься хуже. В 1953 году родился Григорий Гладков, композитор, Павел Глоба, русский астролог, а в 1968 Леонид Агутин, эстрадный певец. О событиях дня. 622 год. Основатель ислама пророк Мухаммед с группой своих последователей в связи с гонениями, которым подверглось новое вероучение, в его родном городе Мекке, перебирается в Медину. Дата этого переселения, по-арабски хиджра, что означает откачевка, бегство, при халифе Амари I принята за начало мусульманского лета исчисления. 1643 год. Экспедиция голландского мореплавателя Дефри заоткрывает остров Сахалин. Но люди на острове были еще в каменном веке. До 1945 года владение островом было закреплено и поделено между Японией и Россией. После Второй мировой войны побежденная Япония отдает свою часть территории России. Сахалян Улла в переводе с маньчжурского обозначает Черная река. Название реки Амур, которое ошибочно было отнесено к острову. По своей форме на карте остров похож на рыбу. Длина 948 километров, ширина 26. В самой узкой части и 160 в самой широкой. 1748 год. Михаил Ломоносов в письме Леонарду Элеру, тому самому великому математику и коллеге по Санкт-Петербургской академии впервые формулируют всеобщий естественный закон сохранения материи движения. Цитата. «Все случающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается от чего-то другого». Понятнее не скажешь. Суть важнейшего открытия, выражаясь современным языком, сводилась к следующему. «Если где-то что-то будет, в другом месте столько же прибудет». 1814 год. 16 июля журнал Николая Карамзина «Вестник Европы» печатает стихотворение к другу стихотворцу, некоего Александра Пушкина. Автору 15 лет, а посвящение было Вильгельму Кюхельбекеру. Всего же в 14-м году в журнале было напечатано целых 4 стихотворения Пушкина. «Я не хочу себя немало оправдать. Счастлив кто, ко стихам не чувствуя охоты, проводит тихий век, без горя, без заботы, своими одами, журналы не текчит и над экспромтами недели не сидит». 1950 год. Финал чемпионата мира по футболу в Бразилии. Он собирает на стадионе Маракана, или Маракана называют по-разному, почти 200 тысяч зрителей, а точнее 199-854, так написано в протоколе. Рекорд для спортивных состязаний не побитый до сих пор. Сборная Уругвая наносит поражение хозяевам со счетом 2-1. Стадион рыдает, а церемония награждения скомкана. Не было ни гимна, ни торжественных речей. Президента ФИФА, вручающего кубок, просто оттесняют в сторону. Правительство Уругва провозглашает 16 июля национальным праздником. 1969 год. Старт корабля «Аполлон-11», в ходе полета которого жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела Луны. Ну, об этом мы поговорим еще с вами в следующих программах. И последнее. 16 июля 1994 года, в 23 часа 45 минут по московскому времени, гигантская комета Шумейкер-Левит-9, названная по имени открывших ее в марте 93-го года американских астрономов, столкнулась с Юпитером. Комета — это 20 глыб из льда и пыли, каждая размером с высокую гору, учится с приличной скоростью. Столкновение с Юпитером продолжается до 22 июля. Суммарный эффект бомбардировки эквивалентен взрыву миллиона атомных бомб. Наиболее крупный фрагмент столкнулся с атмосферой 18 июля. В результате через несколько часов в атмосфере возникает темное пятно диаметром 12 тысяч километров. Оцененное энерговыделение составило 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Никогда прежде астрономам не приходилось непосредственно наблюдать космические катаклизмы таких масштабов. И это, как вы понимаете, заставляет нас, землян, задуматься. Комет много. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok